Я хотел сказать, что когда вчера приехали докладчики, когда я их встречал, здесь приехал представитель Института военной истории, Военной академии Генерального штаба, у нас состоялся такой разговор, что такого понятия во время Великой Отечественной войны, как Козельская наступательная операция, не было. В принципе, он прав. Термин появился буквально в 60-е годы, когда начали писать мемуары, ну и просто обозвали это. Но по своим, будем говорить так, результатам эта операция, будем говорить, она внесла значительный вклад. Можно сказать, что, допустим, боевые уставы Красной армии после этой операции были изменены у Красной армии. Ну, могу привести пример, если командир извода до 42-го года, он всегда в атаку вперед за родину, то после переработки уставов боевых он управлял боем сзади боя, потому что немцы старались выбивать командира в первую очередь, а солдат без командира, это, ну, как бы, я не хочу его обидеть, но это как стадо. То есть, неуправляемый процесс получался. Я что еще хотел сказать, прежде чем первый докладчик, первое выступление, значит, прозвучит. Для того, чтобы чтить память наших воинов, которые погибли в Великую Отечественную войну, для этого нужно знать свою историю, кого чтить и как чтить. Поэтому я, ну, постарался собрать вас на эту конференцию, чтобы вы хоть получили, ну, немножко знаний, чтобы рассказали соседям, рассказали друзьям, ну, и вообще знакомым, что была такая операция, что там погибли люди. И вот мы были на братской могиле на мигзаводе, где служили панихиду, почтили память. Сейчас, кстати, пролетают самолеты с того аэродрома, где стояла эскадрилья Нормандия-Нема. Летчики тоже принимают в этом участие. Слово для выступления представляется Зубкову Владимиру Николаевичу, кандидату исторических наук, доценту Академии связи имени Буденного выступления «Роль и значение Козельской операции в истории Великой Отечественной войны». Приглашаю Владимира Николаевича. Спасибо. Здравствуйте. Ну, прежде всего, хотелось бы немножко дополнить Игоря Михайловича в отношении того, что Козельская наступательная операция, что этот термин, ну, такой, как будто бы, вроде бы, кто-то случайно придумал, но он как-то застоялся. Здесь лучше подходит определение того, что большое видится на расстоянии. Основания под этим есть очень солидные. В том, что Козельск был ближайшим к боевым действиям районный центр и узел связи, стабильно работающий. Это был традиционный уже центр управления. В декабре 41-го года, как вы должны знать, наверное, здесь размещался штаб 10-й гвардейской армии. И домик на улице Ленина-Свещевых был местом, где они его встречали. Он потом очень тепло, в мемарах ведь это все вспоминает. Дальше. Сухиничий был правый, слабый фланг наступательной операции и, конечно, не мог претендовать на роль такого объединяющего начала всей этой операции. Белев был далеко от событий. И поэтому Козельск был логикой всей вещей. Он в центре всех этих событий. Более того, что Георгий Александрович Жуков для разбора итогов этой операции он прибыл именно в Козельск и проводил тогда сбор полетов, что называется, здесь. Козельская операция принадлежит к числу многих несправедливо забытых сражений Великой Отечественной войны. В 13-м выпуске Ордена СССР опубликована хроника за лето 42-го года. Помним каждый день подаривший жизнь. Из боевых действий на Западных фронтах там отмечается только наступление на Рженском и Сычевском направления и освобождение части города Зубцов. А остальное все о наших трагедиях со 2-й ударной армией под Новгородом, в Крыму и под Харьковом. Три таких очень сильных удара мы выдержали, претерпели, что ли, в 42-м году. Летом 42-го года. Ну, может быть, это у современников, как говорится, с памятью плохо. А как у ветеранов? У ветеранов Иван Христофордж Баграмян, который командовал 16-й гвардейской армией, наступавший отсюда, он сменил Рокоссовского, оперировавший успешно в нашем госпитале, в нашей больнице. Ныне хирургическое отделение, детское отделение занимает. Но оно достойно того, чтобы сказать, что здесь был успешно прооперирован один из маршалов Победы, выдающихся людей. И нам, и детям, лечаясь в этом отделении, было бы приятно, что вот и быть достойным такого героя, который здесь тоже лечился. Далее. Так вот, Иван Христофордж Баграмян, воевавший в наших местах, о значении Козельской операции говорит скупо. 16-й и 61-й армии вместе с танкистами Романенко перешли 22-го августа в наступление против вклинившихся в нашу оборону гитлерцев, нанесли им ответный удар, после которого в значительной степени было восстановлено первоначальное положение наших войск. Ответный удар, после которого в значительной степени было восстановлено первоначальное положение наших войск, это Козельская операция. Вопрос, а много ли у нас было летом 42-го года таких операций, которые восстанавливали бы первоначальное положение войск? Некоторые современники идут дальше этих выводов и расценивают Козельскую операцию как неуспех. Но, как говорится, были бы летом 1942 года везде такие неуспехи, то известных трагедий 1942 года не было бы. Советская военно-историческая наука боевые действия на Западном фронте летом 1942 года до недавнего времени замалчивала. В многотомной истории Второй мировой войны отмечаются бои 24-28 мая в тылу немецких войск группы Белова, это освободители Козельска в декабре 1941 года. Эта группа угрожала тылам 4-й, 3-й и 9-й танковой армиям врага. Отмечается, что к 20 июня группа Белова частью прорвалась в расположение Калининского и Западного фронтов, а частью перешли к партизанским действиям. Больше летом 1942 года, по мнению авторов, боев на Западном фронте не было. Переврали даже воинское звание Павла Алексеевича, понижить его до генерал-майора, а он был генерал-лейтенантом. За освобождение Козельска после него освобождения он получил это звание. Коренная ошибка, по-моему, в иже приведенных оценок Козельских операций состоит в том, что ее оценивают с позиции последовавшего развития. Если же на нее взглянуть, допустим, не из 1943 года, а из 1941 года, то оценки могут быть самыми высокими. Если бы такие операции, как Козельская, были в 1941 году, то враг не ушел бы дальше приграничных сражений. Поэтому вот в сравнении с 1941 годом, пожалуйста. Козельская операция замечательно смотрится и на фоне других операций лета 1942 года. Да, потом с такими силами и средствами добивались большего. Но летом 1942 года, только в Козельской операции, мы с немцами сыграли в ничью. Горячее лето 1942 года. Современные следователи не случайно называют 1942 год учебным. Новая, взамен разгромленной летом 1941 года армия, училась воевать. Одним из самых больших шоков и потрясений для немцев было в декабре 1941 года, то, что в бой вступают трехсотые советские дивизии. У нас сотые и немного двухсотых дивизий были номера, а тут пошли откуда-то трехсотые. Выходит, они понесли такие потери, и игра начинается по новой. Появляются дивизии, которых они вообще не знали. Вот эта новая армия и училась воевать. 1-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерал-экспертанта Белова действительно отличился в ходе Оржевско-Вязьмской операции. Оказавшись в окружении, он сражался в районе Вязьмы и Дорогобужи. 26 марта 1942 года его 75-я кавалерийская дивизия, она вместе со 2-й гвардейской дивизией, не хватало средств связи. И чтобы обеспечить управление, Павел Алексеевич сделал очень мудро. Он взял легкие дивизии, одна из них была 75-й, и соединил их с полнокровными дивизиями, у которых была и артиллерия и прочее. А 75-я дивизия, знаменитая наша, это то, что они совершили этот маневр через Березичи, ударили на станцию, захватили там эшелон, готовившись к отправке. И после этого немцы драпанули проселочными дорогами на Сухиничи. И, собственно, сражение за Козельск было решено. И вот эта дивизия была расформирована, и она влилась в состав 2-й гвардейской дивизии, вместе с которой они и освобождали, собственно, Козельск. Вот. Ну, это так вот, просто вам, для воспоминания о боях по освобождению Козельска. Потому что и 42-й год он вытекал плавно из 41-го года. Сильно поредевший 1-й гвардейский кавалерийский корпус вышел из вражеского тыла в районе Кирова. Ну, и впервые можно сказать, что наши кавалеристы получили возможность отдохнуть после времени всей Московской битвы. В второй половине 42-го года генерал Белов был назначен командующим 61-й армии из района Белева. Они действовали и провел ее от Белева через Орел до Берлина. К началу лета на московском направлении сформировался классический позиционный фронт. Главные события были на Южном кодле Советско-Германского фронта, Сталинград, Кавказ, Крым. Однако основные силы Красной армии были на Западном фронте, у нас здесь, и вели упорные сражения в районе Сухинического выступа. После меня будет выступать Олег Юрьевич Черняев, он крупнейший специалист в истории. Вы послушайте, когда это поразит просто ума, как он рассказывает об этих боях, как глубоко он в теме хорошо ее знает. Так вот, обаях в районе этого Сухинического выступа, можно сказать так, что территория нашего района использовалась в ходе четырех армейских операций. С 5 по 11 июля – это Болховская операция нашей 61-й армии. С 6 по 12 июля – Жиздинская операция нашей 16-й армии. С 11 по 19 августа – германский смерч, ответный удар. Главная ошибка Гитлера, о которой он потом сознался. Очень мощный удар в Индербильд-операциях. Это удары 2-й танковой и 53-й армейских корпусов вермахта по частям, сражавшимся на южном фланге Сухинического выступа. Ну и с 22 по 29 августа – это Козельская операция наших 16-й, 61-й и 3-й танковой армии. Целью этих операций, наших операций, было оказание содействия войскам Брянского фронта, где противник наступал на Воронеж, разгром Жиздинской и Болховской группировок противника ставил под угрозу их наступление на этот город. Пополнение наших войск, дислоцировавшихся на территории Козельского района, осуществлялось по следующей схеме. И нигде на этой схеме ни одного памятника нет, а там танкисты шли эшелонными. Ну я об этом потом тоже скажу, потому что мы столько здесь, я вот в детстве помню, на станции грузили этих танков, в том числе и наших 34-х, на металлолом отправляли, а сейчас вот в тупике поставить танк, или наполнить танком и славой, это между речи «Жиздрый вытебет» или «Реситы». Нет танков. А танкисты – это для них было святое место. Об этом я ниже скажу. Ну а пока вот, после короткой военной подготовки в тульских лагерях до Тулы, от Тулы, вернее, до разъезда Тупик, они следовали эшелонами, а затем маршами. Эшелонами, потому что берегли ресурсы танков, вот, а потом маршем Козельск, Дешевки, Клюксы, Волконск. И так вплоть до самой передовой – Чернышина, Трошина, Волосова и Дретова. Крупным вкладом Козельцев в боевые действия лета 42-го года было ряд мероприятий. Среди них первое, что я бы отметил, это дорожное строительство. Фронт требовал хороших дорог, а единственная дорога Козельск-Ульянова была грунтовой. Она не выдерживала нагрузки военного транспорта, и с лета 42-го все близлежащие к дороге колхоза получили нарядки на ее ремонт. Для создания дорожных бригад выделялись люди, транспорт, все, кроме щебенки. И вот эта вот огромная тяжесть работы легла на плечи женщин и подростков, потому что мужчины в основном были все на фронте. И вот эти ребята, лето, жара, купаться хочется, а они носилками режут дерн, таскают его, землю засыпают эти ямы. Прошла военная колонна, все опять разбило, опять все начинает сначала. И так все лето. Так что, можно сказать, дорога Козельск-Ульянов была нашей дорогой победы, которую строили козельчане в 42-м году. И она сыграла свою роль не только в 42-м году, но и в 43-м году, вы знаете, что 16-я армия, наверное, будем говорить отсюда. Она отсюда пошла в Дритовский плацдарм и наблюдательный пункт, то тоже место вообще-то увековечивать. Да у нас все тут увековечивать надо. Пошли вперед и уже в ходе Курской битвы пошли на Орел. И потом уже не останавливались до самого конца войны. Еще более крупным вкладом козельцев в боевые действия лета 42-го года было превращение нашей местности в крупную прифронтовую госпитальную базу. Место дислокации военно-санитарных служб 10-й, 16-й и 3-й танковой армии со всеми их структурными подразделениями. Доля гражданского персонала, наших предков, в них была значительной. Все они работали с огромным напряжением, которое особенно возросло в период борьбы за слухинический выступ и рассматриваемыми нами операции. Очень много инициатив. Как о том, как придумывали козельчанки витаминные смеси. Как разные... Кушать же всем хотелось. Раненым выздоравливать надо максимально. И вот эти дедовские методы, эти травы, эти настои лечили, помогали восстанавливать, вставать на ноги защитника Матейсу. Ведь цифра фантастическая, что более 70% раненых возвращалось в бой. В развернутом в Козельской больнице госпитале лечили раненых и своих, и немецких. Умерших наших воинов хоронили на краю торговой площади у железной дороги. Есть там и герои Советского Союза, особенно много танкистов. Потому что летом, как я уже говорил, Козельская земля была огромным танковым полигоном, где на практике отрабатывалась новая технология наступления, технология победы. Ну и, наконец, не менее крупным вкладом в Козельцев в вооруженную борьбу с врагом был подвиг работников железной дороги. По Козельской железнодорожной ракаде перемещения были в основном в двух направлениях. На юг под Сталинград и к Козельску из других мест. Противник не жалел бомб, чтобы вывести ее из строя. С 15 по 24 августа 1942 года под Козельском было принято 55 эшелонов 3-й танковой армии. Разгрузка шла главным органом на танцах и разъездах Козельск, Слагович, Кирейска и Карьер-Рядики. Разгрузку воинских эшелонов прикрывала зенитная артиллерия бронепоездов, зенитчиков с наземных позиций и авиация. 16 августа разбили карьер Сосинку с частями 173-й стрелковой дивизии, которые шли под Салинград. 17 августа северный Козельска разбили разъезд Рядики. Там погибли в основном служащие первой железнодорожной бригады. Но самый удар, который я сам до последнего времени не знал, хотя рост вырастал в районе вокзала. Одна из самых трагических дат Козельска это 18 августа. 18 августа 1942 года на станции Козельска от путей вообще ничего не осталось. Мощный авиаудар не менее полусотни юнкерцев пришелся по железной дороге в черте города и станции. В ловушке отказались воины 116-й стрелковой дивизии, 30-й танковый и 1-й железнодорожный бригад. На снимках немецкой аэрофотосъемки от 24 августа 1942 года, введенных в научный оборот Сергею Васильевичем Рябовым, видны перепаханные бомбами станционные пути, особенно слева от вокзала, где железнодорожной колеи вообще не стало. Еще не растащены из пути остатки выведенной стройной боевой техники. Разбомбленная пожарная каланча, это где сейчас пожарка есть, но она без каланчи так и осталась. Сбитый с опоры въездной пролет старого красавца моста через Жизду, значит потом доломали сами мы его. Много воронок от авиабомб, они свидетельствуют о том, что прицельного бомбометания немцы производить не могли, что было очень мощное противодействие средств ПВО. Вот это что касается наших транспортников. Ну а кто занимался этим? Конечно наши предки. Я вот в 41 году еще отмечал, шапку нужно снять тоже перед своими земляками, которые ходили там зачастую. Ну самые такие завсегдатые пивнушек, вот про войну там что-то говорили. А ведь понимаете, ситуация как с 13 веком с баты им перекликается. Тогда монголо-татары не могли корм для своих уходниц поступить. Они Козельск выбрали сборным пунктом после облавы, после разгрома войск наших на Сити, потому что это Козельск. Козельск. Козел это символ хлебного поля. Это был основной транспортный и торговый центр хлебопродукции Мещовского поля. К реке же его спускали. Под Сиренском у них ничего не получилось. Не получили они там зерна. Они там и Василька убили Константиновича за то, что он не смог склонить. Эту трагедию Никольская великолепно в раскопках своих показала, в материалах. Тоже молчать. Люди сами себя сожгли. Но и хлеб сожгли, не дали его врагу. И здесь в 41 году наша нефтебаза. Паровоза нет. Трактор искрит. А тем не менее тракторами таскают, заправляют это сестерны в эшелоны и эвакуируют со станции. Это что? Простая работа, говорят. Вот простые люди, которые сидят вот в этих вот винушках и говорят что-то там про войну. Они не считали это героизмом. Ну вот сейчас большое видится на расстоянии, да? Вот. Так и здесь вот тоже перекличка такая есть о том, как вот этому, благодаря этому героическому труду станция Козельск, по сути дела, в 42 году работала без перерыва. Конечно, военнослужащие было, целая бригада железнодорожная. Они помогали, потому что, ну что женщины с подростками могут делать? А где были мужчины? Ну, об этом мне же скажу. А пока хочу сказать, что в настоящий момент Олегом Юрьевичем Федосеевым установлены имена 52 бойцов и командиров, которые погибли 18 августа от бомбардировки немецкой авиации станции Козельск. Это военнослужащие в основном 116-й стрелковой бригады, 30-й терранковой бригады и 1-й дорожной бригады. Однако известно, что в воздушных боях над станцией 18 августа погибли летчики Неумин Владимир Павлович и Шелков Сергей Александрович из 146-го истребителя национного полка. В списках жертв 18 августа их нет. Нет в списках жертв и зенитчиков, которые несли наибольшие потери во время авиаударов, потому что они стояли орудии на боевом посту и первыми встречали их удар. Нет данных о том, сколько погибло в этом аде гражданского населения работников станции. А там тоже люди ведь живут, вы знаете, и сейчас тем более. Что это за цифра 52 погибших? Мы воспринимаем ее как незначительную. Это показатель нашей загрубелости, если хотите. Это показатель правоты Святейшего, который постановил образовать в Козельской епархии, что зачерствела очень земля, что нужно ее очень глубоко в нравственном отношении вспахивать и исправлять что-то у нас. Вот посмотрите, за 18-20-52 погибших. В энциклопедии Козельска у Сергея Сергеевича Рябова Олег Юрьевич Федосеев опубликовал данные о Козельсах, которые погибли за два года Первой мировой войны. То есть за 14-й и 15-й год. За эти два года 59 Козельцев погибло. Сравните, почувствуйте разницу. Не можем почувствовать. Зачерствели, загрубели. У нас вот так вот сотнями, тысячами, миллионами считаем. Поэтому огромного благородного, благородной благодарности, как угодно хотите, испытываешь к вам, к руководству района, к администрации нашим, к духовенцам. Ну и, конечно, к Игорю Михайловичу Долженкову, который ведет эту, ну, я не знаю, слов не хватает, насколько действительно благородной деятельности. Вот. Ну, как шли боевые действия, я не хочу отвлекать ваше внимание. Я уже тут презентовал молодого человека, который, ну, это чудо, вы сейчас услышите, вы сами поймете, я уже приготовил бумагу тоже самое записывать. Он будет говорить о боевых действиях. Но закончить я эту информацию все-таки хотел о вкладе Козельцев, вот еще какую. Где воевали? Воевали, воевали. Я это выкинул, информацию у себя, в каких дивизиях были. Но тот военный городок, который в 30-е годы построил, и который самому последнему забитому козельчанину показал, что социализм это правильно. Это же было чудо. Вдруг в квартире, оказывается, можно открыть один кран, и из него течет вода. А другой кран открываешь, а там горячая вода течет. Это чудо, значит, видно, правильно в 17-м году сделали. И вот в таком духе, ну, понимание такое было, да? И этот городок никогда не пустовал. Там все время формирование и формирование. Наш был, конечно, 280-й Козельский стрелковый полк. Это 81-я дивизия, одна из лучших дивизий страны. Но она погибла в итоге там на Украине, в Уманском котле печально известном. Были другие дивизии, формировавшиеся здесь. Они не чисто из козельчан были. Они там со всех соседних районов приезжали туда, приписной состав. Я вот хочу о чем сказать, что больше всего козельчан воевало в тот момент в тех частях, которые воевали здесь. Это, прежде всего, 10-я армия и 16-я армия. Почему? Когда освободили Козельск, то приписной состав, ну, не призванный в армию, он был под оккупацией здесь, в Козельске. Народ был? Дальше. В лесах полно окруженцев, которые выбивались оттуда, из окружения пробивались на восток. Есть данные о том, что вот мы поднимаем воинов погибших. А есть такие данные, что они выходили, окруженцы эти, на железной дороге, а немцы с дрезинами регулярные рейсы совершали, из пулеметов их косили. Где их хоронили? Никто не хоронил. Нигде не хоронил. То есть, работы в этом плане, чтобы каждого вспомнить, каждого почтить, немеренный объем. Не говоря об этих битвах, в то же время хотелось бы сказать, что Козельская операция, она замышлялась, во-первых, как средство для того, чтобы остановить последнюю попытку немцев продвинуться к Москве в ходе этой войны. Потому что замыслы были такие, что там выйти на Сухинича, потом удар на Калугу и создать угрозу Москве, и тогда, мол, вообще русским будет конец. Так вот, Козельская наступательная операция предполагалась сильным, а не буду я, наверное, опять отвлекаться, в общем, асимметричные клещи, асимметричные клещи, где левый фланг, самый мощный, 3-я танковая армия Романенко наступает, а остальные, там, значит, наши 16-61 армии играют, ну, тоже очень важную роль, но планировалось создать этот клещи, дальше веер, который разворачивают, как в Сталинграде уже потом было, опробовали эту новацию, когда создавали внешний и внутренний слой окружения. Вот, и подробнее я уже сказал, кто будет об этом говорить, а я дальше все перекидываю, и хотелось бы что еще сказать, что Козельская операция была первая после выхода известного приказа Народного комиссара обороны, 227-го, ни шагу назад, первая из крупных операций, вот, и она показала, что в войсках в целом выводы делаются правильные, что Красная армия развивается, работает, скажем так, в правильное направление. По итогам Козельской операции сменялся и слой полководцев, которые назначены были по принципам, видимо, скорее номенклатурных, и в то же время восходили звезды тех, кто потом со славой отечества создавит. Я имею в виду, вот, командующего 3-й танковой армии генерала Нарманенко, полководческая звезда его закатилась, ну и наоборот, одним из маршалов победы станет Иван Христафорович Баграмян, вот, а он здесь начинал, восходила его звезда. Далее, за героизм в боях в районе Козельска 154-я стрелковая дивизия 23 октября 1942 года была преобразована в 47-ю гвардейскую стрелковую дивизию, то есть целая дивизия звание гвардейского получила. Ну, а между речью Жизра и Выгибите превратилось в огромное кладбище погибших бойцов и сгоревшие техники, сгоревших танков. Фронтовики его так и прозывали, танковое кладбище. А у нас нет памятника, там ни одного танка на памятник, да? Танковое кладбище. Они в мемуарах там пишут о том, как танки зачастую выходили из строя, потому что трак и гусеницы были забиты остатками сгоревшего хлеба, кусками мяса. Вот, представляете, рубка какая была, все поле перепрога. Там сегодня до сих пор, Игорь Михайлович говорит, там везде звенит, там куда минноискатель не опустишь. Сплошное танковое кладбище. В районе Жизра гитлеровцы потеряли, да тоже все расскажут, сколько они тут потеряли. Потери наши были приблизительно такие же, вот, потому что ясно, что в период наступления, наступающий несет где-то потери его в три раза больше, чем тот, кто обороняется. А здесь, в этом Междуречии, то мы оборонялись от этого, то они оборонялись. Тут доставалось всем. И это, более того, скорбная жатва в этих местах продолжилась и в 43-м году. Междуречия Жизра и Вытибете является несправедливо забытым полем воинской славы наших танкистов. И очень приятно, возвращаясь немножко назад, в то, что был Козельский стрелковый полк 280-й, очень приятно, что сейчас нашу 28-ю дивизию ракетных войск с артистами значения называют Козельской. Это имя достойно. И многого обязывает, конечно. Это наш вечный был в Козельске градообразующее предприятие, как он в современности сейчас называет, и очаг культуры, и все. Слава Богу, в последнее время мы сейчас начинаем тоже здесь подниматься. И, наконец, вот этот... Я редко здесь бываю, к сожалению, вы уж извините, но я помню очень долгий период, когда вот эти руины на болоте стояли, вот этот дворец культуры. Никак его не могли поставить. И сейчас вот мы в таком великолепном помещении находимся, и вообще город весь на подъеме чувствуется. Поэтому скептики, которые в свое время говорили, что что оно даст, это присвоение городу имени воинской славы, да вот то оно и дает, что мы сейчас совершенно в других экономических условиях развиваемся и хорошеем. Бои за Сухиническую дугу в целом были успешной оборонительной операцией Западного фронта. Они предотвратили окружение трех армий и исключили из состава наступающих на Салинград-Кавказ две танковых дивизии старого формирования. И в декабре 1942 года Гитлер признал наступление на Сухинище главной ошибкой года. Мы заставили противника ошибаться. Это тоже наше достижение. Из опыта боев на Сухинической дуге руководством страны, как правильно сказал Игорь Михайлович, были сделаны самые серьезные выводы по всем сторонам ведения войны. От вооружения и стратегии до тактики действий войск. Здесь походила проба пера будущих успешных сталинградских танковых клещей и котла Курской битвы. Здесь формировалась отечественная технология наступления, которая привела нас в Берлин. Ну и в заключении, раз уж редко я вам бываю, а считаю себя воспитанником, когда вот школьником был, вот так вот пропадал все время, учился в школе-интернат и пропадал все время в музее у замечательного ее первого создателя, директора Николая Николаевича Анисимова. И он на основе своих коллекций создавал тот музей, и я традицию эту предлагаю, продолжаю и нашему музею. Дарю вот эту книжку замечательную, воспоминания фронтовых, будьте добры, воспоминания фронтовых связистов. О том, как в 41-м году связисты работали здесь. 95-й год, свободно от цензуры, читаешь и понимаешь, насколько величина была подвига тех наших предков, которые здесь воевали. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, Владимир Николаевич чуть-чуть увлекся, конечно. Вы знаете, я его прекрасно понимаю. Мы с ним уже давно эти вопросы обговаривали. И он тоже был инициатором, чтобы проведение этой конференции, чтобы мы, будем говорить так, изучили ее. Поэтому он хотел очень много сказать. Но я думаю, что мы не первый раз теперь будем встречаться с ним. И, как говорится, поблагодарим его за это, потому что он от всего сердца это рассказывал. Много мог бы рассказать, очень интересно. Вы, наверное, обратили внимание. Ну, перейдем, значит, к следующему основному докладу, который нам расскажет Игорь Александрович Черняев, который прибыл к нам с города Саранска, это столица Мордовской республики, который является старшим научным сотрудником Музея боевой и трудовой славы Саранска 1941-1945 годов. Честно скажу, когда мы опять вчера разговаривали в гостинице, когда он принял, все члены, будем говорить так, нашей команды, которые выступают, ну, просто им заслушивались. Я просто прошу, может быть, кому-то, ну, не совсем это интересно, ну, вы послушайте. Тут здесь, конечно, и термины, он будет показывать, что где происходило более наглядно. Если Владимир Николаевич тут про Козельс там рассказывал чуть-чуть, это мы как бы ориентируемся, то Игорь Александрович, он покажет все на схемах, и вы просто представите. Особенно вот Ульяновская делегация, которая ближе, это самое, ближе это, как бы, где они живут. Игорь Николаевич, давайте его поприветствуем. Ой, Игорь Александрович, поприветствуем его, и он выступит с докладом. Значит, после доклада будет перерыв. На улице нас уже ждет, ну, мы в маленький зал там перейдем, ждет полевая кухня, солдатская каша, гречневая каша, с тушенкой, с чаем, с пряниками, печеньем, с сахаром, кто любит. Ну, все, Игорь Александрович, давайте. Здравствуйте, дорогие участники конференции. Я вам попытаюсь коротко, но может, по вашему мнению, долго рассказать о Козельской наступательной операции. Итак, летом 42-го года немцы рвались в Сталинграду, Кавказу, вышли к Воронежу. Мы всегда эти 42-й год вспоминаем бои за Сталинград, наших защитников, бои за Кавказ, но также вспоминаем бои за Ржев, когда наши армии наступали, гнали врага и подошли к самому Ржеву. Но даже в наших, вот ваших районах, Козельском, Ульяновском и Сухиньском тоже происходили события, которые носили большой характер. Почему же это произошло? Представьте, 28-го июня 42-го года началось немецкое наступление. Наша оборона, надо признать, рухнула. Немецкие танковые клинии прорвались в глубину нашей обороны, стали громить наши части, и Гитлеру показалось, что все, цели достигнуты, не будет уже у советских войск резервов, которые остановят, не будет больше бойцов, и можно решать другие задачи и проблемы. А такая проблема была, как вы видите на карте, это Сухинический выступ. Ну иногда его кировский правильно называют, потому что Киров на самой вершине этого выступа. А что такое выступ? Выступ это длинная линия фронта, которая требует солдат и офицеров. То есть, если по короткой провести, то это будет намного короче. Надо меньше солдат, меньше артиллерии, меньше танков, и это все можно куда-то отправить в другие места. Поэтому Гитлер уже 1 июля запланировал операцию Оркан. Это переводится на русский как ураган. Если вспомним, как свойственной операцией перекликается тайфун на Москву. Получается, это как бы перекликалось с тем, что немцы готовились наступать на московском направлении, и их целью этой операции, ураган, являлась Калуга. Вот видите, черные стрелки основные, это наступление на Калугу. Должна была принять участие 2-я танковая армия Шмидта. Это она наступала с территории Ульяновского района. Выйти была к Козельскому. То есть, Козельскому был одной из точек наступления. Они выходили к Козельскому, продвигались с севернее Козельска до реки Сирена, и вдоль этой реки уходили до Ломтево, и дальше выходили к Масальскому и Мещевскому. Навстречу им ударяла 3-я танковая армия. Но сил у немцев не хватало, поэтому пришлось им отказаться и уменьшить количество сил, и глубину операции. То есть, если в первоначальном этапе они хотели взять Калугу, то в дальнейшем только срезать выступ. Эта операция называлась Вирбелевин, то есть смерть. Представьте, с большого урагана она снизилась до маленького смерти. Надо отметить, что немецкое командование, включая фельдмаршала фон Клюге, очень плохо относилось к этой операции. Почему? Они были военные, они понимали, что с началом нашей Ржевской наступательной операции нужны силы для отражения нашего наступления. Они просили Гитлера отменить эту операцию. Но единственное, что он сделал, это северный ударный кулак в районе Масальска и Мещевска. 101, 2, 5 танковые дивизии вермахта, 102 и 78 пехотные дивизии убыли под Ржев. Вот представьте, когда наши наступали на Ржев, эти ударные кулаки стояли, это как уготовить к наступлению. И немцам пришлось потерять несколько суток, чтобы перебросить их до железнодорожных станций, погрузить и перебросить под Ржев, где они остановили наше наступление. Однако Гитлер не отказался от операции, ее, еще раз скажу, назначили на 11 августа. И отмечу, что фельдмаршин фон Клюге настаивал, что операция просто переведет в бессмысленные гибели 30 или 40 тысяч человек. На что Гитлер заявил, вот увидите, мы их разрежем как нож в масло. То есть он веровал в успех операции. Надо отметить, что предпосылки были, представьте, из 19 танковых дивизий на всем Восточном фронте, вот здесь, в вашем Ульяновском районе, уже в направлении Козельского, было сосредоточено 19 танковых дивизий. Это больше половины. Да, конечно, не все эти дивизии были комплектованы до штата, но две из них, это 9-я и 11-я танковые дивизии, прибыли из-под Воронежа. Они были вооружены новейшими танками, длинноствольными орудиями, возглавляли их мощные командиры. Они были как раз подготовлены для наступления в район Сталинграда и Кавказа. Но Гитлер решил решить задачу в районе Сухиничей. Итак, отмечу, что участвовало всего 5 дивизий. 9-я, 11-я, 17-я, 19-я и 20-я дивизии. И отдельно 35-й танковый полк, 4-й танковой дивизии. Надо отметить, что в них насчитывалось 530 танков и 28 штурмовых орудий. Представьте, под Сталинградом было всего лишь 3 танковых дивизий немецких, 14-я, 16-я и 24-я. А здесь, на второстепенном участке фронта, было 5 танковых дивизий. 530 танков было собрано на небольшом расстоянии. Но надо отметить тот момент, что пехотные дивизии, которые участвовали в этом наступлении, их было тоже 5. В них были сокращены батальоны. Гитлер запрещал расформировать дивизии. И одновременно не хватало сил их пополнить. Поэтому в каждом полку один батальон был распущен. То есть, если на Сталинград наступали дивизии, в которых в каждом полку было 3 батальона, то в направлении Козельска и Сухинича наступали батальоны, только 2 батальона в полку. Также было убрано одно орудие из дивизиона. И отмечу следующий момент. Выделенные для наступления войска 2-й танковой армии, это какое, характеризуются малой пехотной компонентной. То есть, представьте, леса, вы знаете свою местность, это лесные массивы, между речью, вытибить и рассеты. И немцам приходилось использовать больше пехоты. А ее не хватало. Поэтому свою золотую середину, когда на танк приходился, например, прикрывал отделение солдат, им не удалось такого создать. Солдат было меньше. И поэтому танковые дивизии немецкие, они в леса не стремились и боялись сюда зайти. Потому что советская пехота могла любой пехотинец из-за куста бросить зажигательную бутылку и прикрыть танк в лесу. Очень тяжело. Надо отметить, что немцы также намечали удар на Белев для того, чтобы в дальнейшем полностью развернуть свой фланг и выйти на более удобные рубежи для обороны. К началу наступления немецкое командование сосредоточило войска общей численностью около 52 тысяч активных штыков, 530 танков и 28 штурмовых орудий. Для поддержки с воздуха было собрано 198 бомбардировщиков и 125 истребителей. Здесь участвовали будущие асы немецкие, Гюнтер Аль, Антон Хефнер, Греславские, все которые имена значатся в немецком списке асов, они участвовали здесь в воздушных боях. Представьте, как тяжело было нашим обычным пилотам. 11 августа началось наступление, немцы буквально очень быстро, можно следующий слайд, прорвали нашу оборону. 11-й танковой дивизии, вот поглядите, как раз вот стрелки исходят. Это из района Кирейкова идут в сторону Ульянова. То есть в первый день немцы могли войти в Ульянова, 11-й танковой дивизии. Все, она разгромила советские войска, вышла в тыл, но остановилась, потому что не подошел сосед с запада, 19-й танковой дивизии. А ее наши смогли все-таки остановить. И вот представьте, немцы в течение двух суток вели бои, но не могли прорваться к Ульянову. Наши части сражались, были введены в бой наши резервы, 10-й танковый корпус, который ударил немцев под белым верхом, Третий танковый корпус, который участвовал в боях под Гаськово и высота 252, но наши танки прорвались в немецкую оборону, но немцы были очень хорошими солдатами. Они пропускали танки наши, уничтожали пехоту, следующую за ними, а пехота была не обучена. Наша основная боль, почему наши танкисты всегда говорили, что обычные пехотинцы не могли взаимодействовать с танком. Они отпускали танки дальше, в результате танки проходили оборону, а пехота не могла пройти. И танкисты, хотя и разворачивались, не могли уничтожить огневые точки противника. В результате, да, танки уходили на километр, на два в немецкий тыл, но они либо были атакованы немецкими танками-контратаками, либо немецкие пехотинцы их подрывали в результате, хотя и пишутся в наших мемуарах, что были и прорывались, и глубоко уходили, но немцы восстанавливали свою линию фронта. И представьте, в таких условиях наше командование понимало, что буквально еще несколько дней, и никого не останется между Сухиничами и перед Козельском, немцы просто парадным маршем войдут. То есть все армейские резервы были использованы. И в это время в бой была брошена третья танковая армия, Романенко, которая, то есть одна из двух армий, которая была сформирована в Советском Союзе в 1942 году. То есть в отличие от того, что непорядковыми номерами начали, а делали третья и пятая. То есть первой и второй не было, их потом сформировали, и четвертую потом сформировали, а первыми армиями были только третья и пятая танковая армия. И как в книге сообщается история третьей танковой гвардейской армии, следующая. В час ночи 14 августа в штаб армии позвонил начальник генерального штаба Красной армии генерал-полковник Василевский. От имени Ставки отдал приказ на передислоцирование армии в район Козельска. Надо отметить, что армия к этому времени находилась очень близко от этого места. Она находилась на станции Чернь. То есть очень близко и могла, буквально это в 100-120 километрах от места боевых действий. То есть дойти должны были за сутки, за двое. При этом отмечу следующий момент. Надо отметить, что к этому времени пятая танковая армия уже вступила в бой под Воронежем, потерпела, не смогла пробить немецкую оборону, понесла большие потери. И когда армия наша 3-го июля перебрасывалась, Лизюков, командир 5-й танковой армии, предложил, давайте бросим не мою армию, а 5-ю танковую из Черни. Она стояла тоже на станции Чернь. А давайте вы перебросите 3-ю танковую армию Романенко. Он даже сумел через голову командующего фронтом послать Василевскому специальную телеграмму, шифру телеграмму. Но промолчали, в результате в бой пошла 5-я танковая армия. Лизюков, как мы знаем, в дальнейшем погиб, а 3-я танковая армия, другая судьба ее. Итак, 9-го июля 12-й танковый корпус находился в районе Звезды, Верхняя Снежь, Зорница, Ростопчина, Темная. 15-й танковый корпус, который входил в армию, находился в совхозе Огничное, Дубны. 179-я бригада поселок имени Ленина, 154-я стрелковая дивизия в селе Черный, штаб армии деревня Кобыленка. Надо отметить, что армию постоянно усиливали. К началу августа в ней насчитывалось 3 танковых корпуса, 12-й, 15-й и 26-й, и 3 стрелковых дивизии, 119-я, 154-я и 264-я. Однако в середине августа Ставка решила вновь сформировать 5-ю танковую армию. В результате 26-й танковый корпус и 119-я стрелковая дивизия ушли вновь в сформированную армию. Также две танковые бригады из состава армии, это 86-я из 12-го танкового корпуса и 96-я из 15-го танкового корпуса, были отправлены на Брянский фронт, а заменили их новые необученные танковые бригады. И отмечу следующий момент. По журналу посещений кабинета Иосифа Виссарионовича Сталина, 11-го августа, то есть в день начала операции «Вербелевинт» в кабинете у Сталина был командующий 3-й танковой армии Романенко. Мы не знаем, о чем они говорили. Однако 12-го августа вышла директива ставки ВГК номер 103-60-27, в котором приказывалось перебросить армию, начиная с вечера 12-го августа, и не указывался пункт назначения. Однако уже 14-го августа, когда ее армию помернули на новое направление, выясняется, что армию собирались отправить на Юго-Восточный фронт. То есть понимали, что тяжелая обстановка под Сталинградом, ее хотели отправить на Южное направление, но из-за того, что немцы активно прорывались и сумели, как и наши армейские резервы, не смогли остановить немцев, решили бросить ее сюда. И даже написано, что командующему Юго-Восточному фронту сообщалось, что взамен 3-й танковой армии вам направляются две танковые бригады и 16-й танковый корпус. И представьте, 14-го августа вышел приказ на переброску в район Козельска, а с вечера 12-го они должны были уже готовиться, то есть должны были погрузиться, собраться, но не получилось. Эта переброска заняла очень большое время. И вот скажу еще один момент, что 14-го августа обратно Романенко был у Сталина, они обсуждали, по-видимому, уже новые направления армии. И представьте, армия начала выдвигаться. Первыми выехали, конечно, командующие Романенко, член военного совета бригадный комиссар Мельников и начальник штаба армии полковник Зинькович. Они вместе с оперативной группой примыли на вспомогательный пункт управления Западного фронта, находившийся в районе Козельска. То есть почему ее стали называть Козельской? Удар решили ведь развивать со стороны Козельска вначале. То есть считалось, что армия доедет до Козельска и по дороге на Ульянова, то есть Козельск-Ульянова, она нанесет свой мощный удар. Замысел всей операции рассказывал Георгий Константин Жуков. Он говорил, что в операции будет участвовать 16-я армия, она наступала с севера, а 3-я танковая и 61-я армия с севера, востока и востока. И должны были окружить и уничтожить противника в междуречии реки Ресеты, Жиздри и Вытебедь. Генерал-лейтенант Прокофий Лагвинович Романенко, командующий 3-й танковой армией, был даже назначен по совместительству с заместителем командующего Западным фронтом. Представьте его, насколько тоже подняли. Наступление намечалось на 19 августа. Как указывает Дмитрий Шеин в своей книге «Танки ведет рыбалка», условия местности, имеющаяся информация о группировке противника, указывала на большую выгоду от удара силами 3-й танковой армии из района к западу от Козельска в южном направлении. Однако войска армии уже сосредоточивались в районе южнее и юго-восточнее Козельска. И на их перегруппировку в район между Козельском и Сухиничами, по самооптимистическим прогнозам, требовалось не менее трех дней. Поэтому решили, что армия будет наступать не от Козельска, а с другого направления, то есть уже с направления Белева. Правильно, если так вообще называть всю операцию, либо ее надо называть Ульяновской, что наступали в район на Ульянова, либо Белевской, потому что наступали от Белева. То есть Козельск выпал на тот момент, что просто сменили направление, откуда должна была армия наступать. И вот представьте, 17 августа командование 3-й танковой армии было принято решение о нанесении удара из района юго-восточного Козельска в направлении Вейна-Сорокина-Старица с целью во взаимодействии с ударной группой 16-й армии, окружений и последующего уничтожения противника в районе Колосова-Глиная. Первоначальным сроком перехода частей 3-й танковой армии в наступление было назначено на 19 августа. И вот, чтобы немножко вас к Козельску привязать, вы знаете, Дретово относится к Козельскому району у нас или нет? Относится, да? Вот представьте, наши думали наступать с района Дретово, там лесной большой массив, но они же это думали 15 августа и рассчитывали. А немцы 15 августа 11-я танковая дивизия Балька как раз прорвалась к Дретово, его захватило. Но учитывая, что севернее Дретово находится очень мощная высота на северном берегу, оттуда велся мощный огонь. И Бальк приказал своим силам оттянуться, потому что были потери. Немцы небездумно удерживали свои позиции, когда были большие потери. То есть Дретово было как на ладони, поэтому они приказали оттянуть оттуда силы. И надо отметить, что нашим повезло. Вот по сегодняшнему послезнанию надо сказать, что этот район не очень удачен. Почему? Потому что надо было строить переправы. Немцы плотно обхватили этот район и хотели уничтожить советские силы. Сюда, кроме 11-й, пригнали 20-ю танковую дивизию. И как раз 22 августа они должны были наступать. Но наше наступление начали раньше. И немцы в результате, я тут потом дивизию расскажу, сняли и перебросили на помощь к своим силам. Итак, армия должна была быть переброшена всего лишь пройдя 120 километров. Мотопехота и автотранспорт шли своим ходом, а танки и тяжелые грузы перебрасывались по железной дороге. Однако из-за сильных дождей, размывших дороги, мотопехота и автотранспорт, место утра 16 августа, сосредоточились в районе Козельске только к исходу 17 августа. То есть уже потеряли. Двое суток, да? 16-е и 17-е было потеряно. И немцы тоже жалуются, что дороги настолько были размыты, что их машины снабжения сажались в грязь просто буквально. И приходилось командирам танковых дивизий выделять единические двойки, танки, чтобы вытягивать, чтобы снабжение себе нормальное сделать. И это же дожди помешали нашим войскам. Представьте, сообщают, что по железной дороге была следующая проблема. Из-за несвоевременной подачи платформ и вагонов, плохой подготовки станции погрузки и выгрузки, эта перегруппировка армии по железной дороге растянулась на 10 дней. 15 августа прибыло 4 эшелона. 16 августа – 2, 17 августа – 11, 18 августа – 18 и вплоть до 24 августа. Представьте, вечером 12 августа они должны были уже начать грузиться на железную дорогу, чтобы быть под Сталинград, а они перебрасывались, получается, 12 дней. 12 дней собирали вагоны, 12 дней собирали паровозы, никак не могли перекинуть. Да, был подвиг железнодорожников, они стремились делать все, что могли, но не хватало подвижного состава, просто-напросто. Потому что весь подвижной состав вез войска куда? Под Сталинград и на Кавказ, чтобы удержать немецкий удар. К началу наступления 22 августа в состав 3-й танковой армии входил 12-й танковый корпус генерал-майора Богданова, это наш будущий маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, 15-й танковый корпус генерал-майора Кобцова, 154-я стрелковая дивизия генерал-майора Факанова, 264-я стрелковая дивизия Маковчука, 179-я танковая бригада, 1172-й лёгкий противотанковый дивизион, 62-й гвардейский миномётный полк, 8-й мотоциклетный полк и многие другие мелкие части. Надо отметить, что специально обратно из-под Сталинграда вернули 1-ю гвардейскую краснознамённую пролетарскую дивизию мотострелковую. Представьте, 12 августа её посадили на станции Козельск и отправили на под Сталинград, а где-то на пути приказом Сталина её развернули и вернули обратно, потому что подумали, что для сопровождения прорыва танковой армии нужна непростая стрелковая, дивизия нужна моторизованная. И вот одну из моторизованных дивизий вернули. Отмечу следующий момент. Для нанесения удара также была подчинена 3-я танковая армия и Северная группа войск 61-й армии в составе 3-го танкового корпуса, 342-й стрелковой дивизии, 105-й отдельной стрелковой бригады и 702-й истребительно-противотанкового полка. Однако эти части понесли большие потери, и к этому времени они не представляли мощной огневой силы, но они научились другому. Представляете, в этих потерях, в боях, они поняли пехота, как взаимодействовать с танками. Вот заметим, в дальнейшем вам расскажу, Северная группа зачастую наступала более удачно и более пробивала немецкую оборону, чем вся 3-я танковая армия. Вот из-за того, что бойцы получили боевой опыт взаимодействия с танками, они это смогли сделать. Для поддержки армии был создан мощный артиллерийский кулак. Со всего Западного фронта сюда, в Козель, свозили артиллерийские полки. Например, 995-й артиллерийский полк прибыл из резерва Западного фронта, 1155-й полк из Московской зоны обороны, 1274-й зенитно-артиллерийский полк из 49-й армии, 77-й гвардейский минометный полк из резерва Ставки Верховного Главного Командования. На 22 августа на участке армии было 39 76-мм орудий полковой артиллерии, 126 орудий дивизионной артиллерии, 50 122-мм гаубиц, 12 152-мм гаубиц, большое количество минометов и остальных орудий. К тому же постоянно продолжали усиливать этот кулак. Сверху армию прикрывало сразу несколько авиационных дивизий. Три истребительных, 201-я, 203-я и 234-я, штурмовые, 214-я, 224-я и 233-я, бомбардировочные, 204-я, 285-я и 213-я ночной бомбардировщиков. Правда, там летали не женщины, как у нас всегда говорят, а мужчины. Большинство полков все-таки на У-2 были мужскими, то есть только вот два полка было, где женщины воевали. И надо отметить, что вот эти силы – это большая часть 1-й воздушной армии. Представьте, Ставка убрала все основные силы 1-й воздушной армии именно под район Козельска, то есть оставив наступающие войска под Ржевом с минимальным воздушным сопровождением, только для того, чтобы наши прорвались и уничтожили противника. Надо отметить, что когда вот некоторые псевдоисторики говорят, что наше командование не училось на своих ошибках, что Йосип Виссарионович Сталин был кровавым маньяком, такого не было, наше командование заботилось о бойцах, но не получалось в силу различных факторов. И вот отмечу, командование 5-й танковой армии после июльских боев начало отчитываться, в чем же была ее неудача. И, например, одной из первых, они считали, что отсутствие пехоты, то есть в составе 5-й танковой армии была всего лишь одна стрелковая дивизия на 3 танковых корпуса. То есть не было просто-напросто пехоты. Танки ходили в атаку в одиночку. Не было, кто бы удержит закопайцы и удержит немец наши рубежи. А вот для 3-й танковой армии эту ситуацию исправили. Представьте, на 3 танковых корпуса там было 4 стрелковых дивизии, если в перерасчете. То есть каждому корпусу придавалось чуть ли не полторы дивизии пехоты. То есть уже ситуация изменилась к этому времени. Также начальник штаба Другов указывал, что полностью отсутствовала войсковая разведка у 5-й танковой армии. И что вы думаете, 3-й танковой армии придают целый мотоциклетный полк 8-й и отдельный мотоциклетный батальон. То есть видите, все, у вас есть инструмент разведки. И также преследование. Также начальник штаба 5-й танковой армии, полковник Другов, указывает на отсутствие артиллерии, особенно гаубичной, и также на полное отсутствие поддержки своей авиации. Что я говорил, да? То есть представьте, всю армию 5-ю танковую поддерживали всего лишь 2 полка артиллерии. Один полк ПТО и один полк вот этой 340-й стрелковой дивизии. А наши собрали очень большое количество артиллерий, чтобы поддержать именно 3-ю танковую армию. К тому же 3-я танковая армия вводилась в бой на относительно стабильной линии фронта. И неожиданного встречного боя, как это произошло с 5-й танковой армией, не было. Вот когда 5-я танковая армия входила в бой, они неожиданно, был встречный бой между 9-й танковой дивизией и 7-м танковым корпусом, и наши понесли большие потери. Но надо отметить следующий момент. Можно следующие слайды там? Когда будем говорить про оборону на этом участке, то она сформировалась достаточно, как бы сказать, недавно. То есть наступление началось 22 августа, а вот этот рубеж они заняли всего лишь 18 августа. А почему так? А потому что они пытались занять, но когда 11 августа началось наступление, и эта 26-я пехотная дивизия двинулась наступать, она должна была выйти в район высот, но не смогла пробиться, потому что нашим было определенное везение. Именно в ночь начала операции, в Ирбельвин, наши сменяли стрелковые дивизии, две стрелковые бригады. И когда немцы начали наступление и пробили передовые части, то за ними оказались две стрелковые бригады, которые должны были уйти на переформирование и дополнение. И они немцев задержали, и немцы не смогли выполнить свои задачи. И вот в течение, представьте, 7 дней они пробивались к этим высотам. То есть наши войска показали очень высокую обученность, храбрость, они не сражались до конца, и немцы даже отвечают, самые большие потери именно на этом направлении. 18 августа все-таки немцам удалось выйти на район высот и закрепиться, но они не смогли создать очень мощные обороны, что влияло для нас. Надо отметить, что если говорить, что все ошибки 5-й танковой армии были исправлены с вводом в бой 3-й танковой армии, то можно сказать, что осталось, что это длительная перегруппировка в новый район сосредоточения, не в полной мере обеспечение боезапасом для крупной наступательной операции и малое время для обучения по взаимодействию танковых и стрелковых частей, танковых и стрелковых частей именно 3-й танковой армии, и малый опыт 12-го и 15-го танкового корпуса. Но все это должны были наши части заработать в чем? В боях. При этом не забываемся, когда мы вспоминаем вот эти 154-ю, 264-ю дивизию, ведь многие были призваны в 42-м году, то есть для многих был первый бой, и не надо забывать, что у них не было боевого опыта, да, их учили, как воевать, но лучше боевых действий учителя нету. Итак, еще один вопрос остался неосвещенным. Знало ли немецкое командование о том, что 3-я танковая армия будет наступать? В книге Дмитрия Шейна «Танки ведет рыбалка» сообщается, перемещение танковых частей по железной дороге было вскрыто авиаразведкой противника, вследствие чего части армии подвергались бомбардировкам пути следования и на станциях выгрузки. Командование немецкой 2-й танковой армии, наступающей в направлении Калуги, отдало 20 августа приказ о переходе своих частей к обороне на достигнутых рубежах в связи с появлением у противника большого количества танков. Однако это было не так. Почему? Немцы вскрыли переброску, что началась активная переброска на линии Белев-Козельск-Сухинича и выгрузку советских частей без танков на станции Киреевская. А вот про эти танки, которые немцы заметили, это были танки, которые 19 августа советские двигались в район Алешенко. Там состоялся мощный танковый бой. 17-я танковая дивизия пыталась прорваться на Сухиничье. И оно целый танковый полк при поддержке мотоциклетного батальона бросило занять Алешенку, Клинцы, Астроганку. И когда они двинули и начали прорывать нашу оборону, наше командование бросило 9-й танковый корпус. И оно как раз шло от Козельска. Они стояли юго-западнее Козельска, и они стали выдвигаться большими массами. Немецкая авиаразведка это заметила. Но надо отметить, что начиная с первых дней операции Вербелевинт, командующий армией Шмидт указывал командующему корпусом Клёсснеру, который как раз в этом районе оборонил, это как его вёл в свои войска в наступление. Он сказал ему, ждите советское контрнаступление. То есть оно будет именно на ваш фланг. Потому что другой фланг прикрыт рекой Ресетой и Жиздрой, и к тому же там большие лесные массивы, и там возможность контрудара, особенно танковыми частями, очень слабая. А именно в районе вашего, Озерна, Гаськова, там лесов нет. Там именно только начинается большой лесной массив, который идёт к вытепите. Поэтому он говорил, смотрите, с самых первых дней немецкое командование, ожидало удара именно там. И надо отметить, что ещё одним фактором, сигнализирующим немецким частям о советском наступлении, это была разведка боем, проведённая 21 августа 1942 года, частями 154 и 264 СД. Так в ЖБД 26-й немецкой пехотной дивизии за 21 августа отмечается, повторяющие удары противника силой рота по переднему краю на участках 119-го мотополка, 78-го и 39-го полка, позволяет сделать вывод о том, что противник добывает силовой разведкой исходные данные для одного запланированного наступления. На основании сегодняшних наблюдений за противником у командования дивизии состоится впечатление, что противник систематически усиливает обустройство своих позиций и своих сил, их занимающих. Под защитой сильного артиллерийского огня на всём фронте дивизии противник подводит подкрепление, что вероятно освидетельствует, что планируется наступление на широком фронте. Это обычная наука. То есть они знали по-военному, видели, что русские перед крупным наступлением проводят разведку боем. Они захватили пленных, пленных начали рассказывать, что они из 264-й дивизии, что они из 154-й дивизии, что они входят в состав 3-й танковой армии, и немцы поняли, что ждёт большое наступление. Надо отметить, что нашим войскам противостояло всего лишь две пехотных дивизии. Немцы знали о наступлении, но они не стали активно усиливать эти войска, потому что немцы считали, что наши не пробьют оборону, даже при том количестве танков, которые наши прислали. Вот представьте, против 3-го танкового корпуса Мостовенко, усиленного 342-й и 105-й бригадой, и также 15-го танкового корпуса и 154-й дивизии. Противостояла всего лишь 56-я пехотная дивизия, усиленная 5-й танковой ротой 11-й танковой дивизии и одной батареей штурмовых орудий. 12-й танковый корпус Богданова с подчинённой ему 264-й дивизии и южной группой 61-й армии 12-й гвардейской стрелковой и 68-й танковой бригады, присояла всего лишь 26-я пехотная дивизия. Она, правда, была усилена 119-м мотопехотным полком 25-й моторизованной дивизии, одним танковым батальоном 4-й танковой дивизии и одной батареи 202-го дивизиона штурмовых орудий. Боевым приказом 3-й армии предусматривалось наступление 154-й СД и 15-го ТК «Намызин», далее в направлении реки Вытепеть и выход в район Перестряж-Починок. 264-й стрелковой дивизии и 12-му танковому корпусу предписывалось наступать в направлении Озерна, Сорокина, Обухова и занять район Медынцево и Никитская Старица. Обгон стрелковых дивизий танковыми корпусами должен был произойти по выходе пехоты на западный берег реки Вытепеть. Первая московская краснознаменная гвардейская стрелковая дивизия предстояла по выходе 264-й стрелковой дивизии на Мердиан-Сорокина перейти в наступление на Красногорию и прикрыть действия армии с юга. То есть представьте наши, насколько хотели пробиться, и самое главное, первоначальный прорыв должны были делать не танкисты, а стрелковые дивизии. То есть стрелки должны были прорвать немецкую оборону, а потом в прорыв должны были войти уже танковые корпуса. Итак, в 6.15.22 августа после полуторочасовой артиллерийской подготовки и налета бомбардировщиков 1-й воздушной армии 154-й и 264-й стрелковой дивизии перешли наступление. За первые часы они продвинулись на 3-4 километра. Они просто-напросто сбили немцев с позиций, которые они не успели нормально оборудовать, с этих выгодных рубежей, где они висели. Но, когда они их выбили, командование танковой армии показало, что всё, мы должны сейчас ввести прорыв корпуса, и будет всё удачно. Они ввели в бой 12-й танковый корпус в 10 часов утра. Но произошло следующее. Танки просто-напросто, из-за того, что механики и водители были не обучены, 40% танков 1-й 30-й танковой бригады застряло во врагах. Механики и водители настолько были не обучены, потом ещё какая-то часть прорвалась на танках. И в результате, когда танки вышли к немецким позициям, к второму рубежу, их осталось очень немного. И они не смогли протаранить немецкого ворона. К тому же, вот поисковики не дадут соврать, именно в этом районе, куда немцы отошли, велись бои в течение нескольких дней. Помните, я вам рассказывал, с 11 августа немцы пробивались. И у них там остались готовые траншеи, поставленные минные поля, позиции. Они просто-напросто отошли на те рубежи, на которых сражались 12-го, 14-го августа. И они на них удержались. Да, наши смогли взять Гаськова, озерну отбить, продавить немецкую оборону, но развить удар не смогли. Надо отметить, что командование 2-й армии сразу же немецкое отреагировало на советские наступления. В 9.30 они прислали в 26-ю пехотную дивизию 4-ю роту бронемашин 25-го мотоциклетного батальона 25-й моторизованной дивизии. Затем в 9.45 батальон 520-го полка 296-й пехотной дивизии. В 9.45 были подняты по тревоге резерв армии в Орле. Это 3-й батальон 510-го пехотного полка 293-й пехотной дивизии и рота противотанковой артиллерии. В 10.00 была поднята по тревоге 5-я танковая рота 11-й танковой дивизии, которая пробыла в 12.00. В 10.30 за ней последовал полностью танковый батальон 11-й танковой дивизии. В 10.45 745-й саперный батальон. В 13.00 752-й саперный батальон и штурмовой саперный специально подготовленный батальон 2-й танковой армии. К тому же сразу же была снята с обороны 20-й танковой дивизии, которая стояла около Дритова, и ее стали перебросать на этот участок фронта. Но надо отметить, что основная заслуга восстановки нашего наступления – это относилось к авиации. 3-я танковая армия сообщает, что авиация противника с 10 часов начала беспредельно господствовать в воздухе, сделав 500-600 самолетов выльтов только для воздействия на боевые порядки стрелковых дивизий и 12-го танкового корпуса. Части были буквально прижаты к земле. Действия истребительной советской авиации, прикрывающей наступление 1-й воздушной армии, были бы отвергнуты очень жесткому критике командованию 3-й танковой армии. Я вот зачитаю сейчас обидные слова для летчиков. Истребительная авиация 1-й воздушной армии в критический момент отсутствовала на поле боя, а если отдельные самолеты поднимались с аэродромов, то при встрече с истребителями противника трусливо уходили обратно. Как правило, истребители 1-й воздушной армии не достигали боевых порядков наступающих частей, а кружились над расположением тылов армии. Истребительная авиация 1-й воздушной армии не обеспечила с воздуха действий войск 3-й танковой армии. Это писалось не мной, это написано в архиве теми людьми, которые находились под этим бомбёжкой. Но надо оправдать немножко авиацию, да, потому что бой всё-таки ведёт воздушный, не только над линией фронта. Наши вели бои, но они не уступали немецким лётчикам. Говорят, что в это время наша истребительная авиация была лучше, чем немецкая. Нельзя. У нас были. Наши истребители не превосходили немецкие. Немцы имели большой опыт. И даже тот момент, когда сообщается, что наши истребители сопровождают штурмовиков, и в это время появляется группа немецких самолётов, и штурмовики пишут, что все истребители рвутся сбивать немецкие самолёты. Каждому лётчику хочется получить звёздочку за сбитый немецкий самолёт. И штурмовики остаются без прикрытия. А у немцев вторая группа уже сидит. Они знают, что русские рванутся за самолётами. И вторая группа начинает громить беззащитные штурмовиков. Всё. Задача не выполнена. Они не выполнили свою задачу, и всё. Штурмовики не нанесли удар, потому что их сбили. Истребители сгорели в боях с этим, как её, с немецкими самолётами. Здесь воевали. Когда вот говорят, оправдывают, что здесь была берлинская школа аасов, там это как у него был, были обычные истребительные эскадры вермахта. Но здесь воевали будущие немецкие аасы, как Антон Хефнер, который был переброшен из-под Ленинграда, Греславский. Здесь воевал, это как у Гюнтер Раль, который по сотне самолётов по 200 сбалил. Здесь именно вот он заслужил свой рыцарский крест. То есть они имели очень большой опыт боёв, и наши лётчики всё-таки проигрывали им в воздухе. Получив резервы, 26-я пехотная дивизия смогла удержаться на рубежах, где она вела бои с 12 по 16 августа. То есть там, где я ещё повторяюсь, были готовые траншеи, огневые позиции, и до сих пор не снятые минные поля. Наши части заняли Озерна, Гаськова, продавили немецкую оборону на рубеж Озеренский, высота 252. К исходу 22 августа 13-я мотострелковая бригада 12-го танкового корпуса освободила Озеренский. Но даже отмечу, в этом случае немцев командование дивизии 26-й пехотной даже не волновало ситуацию. То она больше боялась за приданный ей полк 119-й мотопехотный. Южная группа, гвардейцы, 12-я гвардейская стрелковая дивизия при поддержке всего лишь одной танковой бригады сумели ворваться в Железница, где оборонялся эта мотополка, и разгромить две роты. И немцы просто рухнули у них там оборону. Просто каким-то чудом немцы сумели затормозить наступление. Они больше командующей пехотной дивизией бы испаковывались не то, что его продавливают оборону его дивизии, а то, что у него на фланге дыра сияет. Но наши не смогли установить этой разведкой, не могли усилить. И в результате немцы залатали брешь, и наши части здесь остановили. Надо отметить, что после полудня, 22 августа, от 3-го танкового корпуса и северной группы 61-й армии в штаб 3-й танковой армии поступило донесение об успешном продвижении на запад и захвате Смецкие выселки. Это находится как раз в национальном парке УАС-УГРА. Однако 22 августа 105-я стрелковая бригада, оборонявшаяся восточные населенные пункты, наступление не переходило, и донесение было ложным. Командование 3-й танковой армии, введенное в заблужение относительно захвата Смецкие выселки и замедление продвижения вперед войск 12-го танкового корпуса 264-й стрелковой дивизии, решило бросить 15-й танковый корпус и 1-ю мотострелковую дивизию на правый фланг армии и развить наступление в направлении Смецкие выселки и Слободка. При этом надо отметить, что утренняя попытка 12-го танкового корпуса пробиться в направлении Слободка-Белый верх закончилась неудачей. Они прорвали немецкую оборону, наткнулись на противотанковый ров, танки подорвались, они не смогли сделать переправу и отошли. А стрелковая дивизия постепенно начала пробиваться через леса. Просто успеха не было. В 14.05.22. передовые части 17-й мотострелковой бригады и 105-й танковой бригады 15-го танкового корпуса прорвали оборону 56-й пехотной дивизии. В 17.00, по нашим данным, Смецкие выселки были полностью очищены от противника нашими частями. Однако, по немецким данным, они это сообщают, что в 14.30, то есть еще раньше были освобождения, они сообщают, что советские части пытаются атаковать, но мы их сдерживаем и отбиваем. А к вечеру они вообще сообщают, что советские танки из Смецких выселок отошли, и осталась одна лишь пехота. И когда они провели ночную контратаку, эти Смецкие выселки обратно немцы взяли и удержали. К исходу дня 22-го августа войска 3-й танковой армии занимали следующее положение. 3-я мотострелковая бригада, 103-й танковой бригады 3-го танкового корпуса удерживали устье реки Вытебедь, исключая село Белокамень. 342-я стрелковая дивизия с 51-й танковой бригадой 3-го танкового корпуса стояли около селения Мушкань, Укумова и отметки 227,5. 105-я бригада находилась как раз около Смецких выселок. 15-й танковый корпус также находился у Смецких выселок и в лесах южнее и юго-западнее. 154-й дивизии двигалась в районе восточной Смецкой выселки, исключая Мызин по лесу. 12-й танковый корпус находился на рубеже Озеренский, исключая Гаськова, отметка 245,7. 204-й стрелковой дивизии удерживал МТФ, 1 км южнее Озеренский, отметка 252 и юго-западная окраина Гаськова. 23-45, 22 августа командование 3-й танковой армии скорректировало задачи, поставленные перед соединениями. Стрелковой дивизии предстояло продолжить выполнение ранее поставленных задач. 15-му танковому корпусу и 1-й московской краснонаменной гвардейской мотострелковой дивизии предписывалось развивать наступление в направлении Слободка. 12-му танковому корпусу сосредоточиться в лесу в 3 км западнее Озеренский и по занятии войсками 154-й стрелковой дивизии Побинкова наступает направление Дебры. Надо отметить, что первый день советского наступления поднял планку потерь немецких 26-й и 56-й пехотной дивизии. Вот представьте, немецкую оборону продавили наши. За один только день боев немцы потеряли 66 убитыми, 299 ранеными и 62 пропавшими без вести. Кажется, мало, да? Особенно, если с нашими потерями. Но для немцев эти потери были большие. Учитывая, что к этому времени они потеряли только в наступательных боях более тысячи человек безвозвратно. Также отмечу, что потери за 26-е, за 22-е августа только на 25 человек превышают потери за 14 августа, когда их атаковал 3-й танковый корпус. То есть, немножко не смогли наши это больше сделать. Надо отметить к тому же, что нельзя выделить потери имущества. Однако общие потери 2-й танковой армии выражали в следующих количествах. Было всего лишь потеряно 12 противотанковых орудий. Из них 9 37-мм, то есть самого маленького калибра. И даже одно наше, советское 45-ка. Немцы из него ввели огонь. А также один тяжелый миномет, 4 75-мм легких пылевых орудий и 2 105-мм легких пылевых гробиц. И все. Хотя там наши пишут, что разгромили это, как вы взяли, столько-то орудий. Не проходит по документам. И наши нигде не показывают потом. 23 августа наши смогли все-таки продавить немецкую оборону на участке 56-й пехотной дивизии. И на стыке дивизии 26-й пехотной дивизии. Северная группа армий. Можно следующий слайд? Вот давайте посмотрим. Вот как раз, видите стрелочки? Вот в этом высшем районе. Это как раз они занимали высоту. Это немецкая отчетная карта. А следующий слайд давайте посмотрим. Вот видите, вот на этом рубеже немцы встретили наступление. И следующий слайд. А вот насколько наши продавили, то есть отбили. И дальше следующий слайд. И вот это уже итог 24 августа. Сейчас буду рассказывать, как наши в лесу именно продавили немецкую оборону. Что сделали? Вот представьте, северная группа 61-й армии, которая была более слабой, чем вся 3-я танковая армия, сил меньше имела. То есть она понесла потери. Она смогла атаками в течение 23 августа настолько нарушить немецкую оборону, что немцы стали отступать. К исходу к 19.00 23 августа части немецкой 56-й пехотной дивизии оставили высоту 227,5, к 24.00 Кумова, а к 2 часам 24 августа населенный пункт Евгенийев Хутор. Левый фланг 56-й пехотной дивизии под прикрытием сильного артиллерийского и минометного огня был отведен в Мушкань. То есть немцы полностью отошли к реке Витебель. Также успех сопутствовал 1-й московской краснознаменной гвардейской мотострелковой дивизии, усиленной танками 15-го танкового корпуса. Наступление началось в 3 часа утра 23 августа. 1-й гвардейский мотострелковый полк перешел в наступление в направлении Смецкие выселки и мощной атакой овладел Смецкие выселки и вышел в леса юго-западнее дороги Смецкие выселки Смецкая, вышел к реке Песочной восточным и южным скатом высоты 204. Здесь советских мотострелков встретили части 20-й танковой дивизии. Надо отметить момент, что вот именно в этот день наши добились бреши. Они ее пробили, но не заметили. Немцы успели оперативно подвести 20-ю танковую дивизию между двумя немецкими пехотными дивизиями и поставить. Буквально опередили нас на пару часов. И когда наши начали наступать, они уперлись уже в оборону немецкого мотопехотного полка усиленного танками. Буквально пару часов наши не успели пройти. И даже по нашим документам описывается, что наши очень активно прорывались, уничтожили артиллерийский полк пехотной дивизии, а немцы пишут другое. Да. Танки прорывались, говорят, пехоту мы отсекали и постепенно отходили. Они описывают, танки стоят у штаба батальона, ведут огонь. Большие потери мы несем. Но они постепенно отходили, сдерживая советские атаки. 154-я стрелковая дивизия южнее 1-й гвардейской вышла к перекрестку дорог 2 км северной отметки 216,5. А 473-й полк обходил мызин с запада в направлении на Бобинково. По сути, вот 154-я дивизия, наступая с 23 августа по лесам, добилась большего, чем все остальные. Они потихоньку пробились через немецкую оборону к этой бреше. Но 15-й танковый корпус находился в другом месте и не смог усилить их удар. К тому же, командование армии повернуло эту дивизию в тыл группировки, которая сражалась против 12-го танкового корпуса. Просто-напросто в том же месте также мы бреше упустили. Не стали развивать удар, а решили, что возьмем Сорокина. В результате Сорокина взять не удалось и тоже были проблемы. 12-й танковый корпус в это время пробился к Бодановке и вел тяжелые бои. В то же время части 264-й стрелковой дивизии в районе Гаськово и Озерно не смогли пробиться. Все, вот они 22-го августа как прорвались, они так больше и не смогли продвинуться. Единственный успех, они взяли одну высоту 252 и все. Немцы их просто-напросто, как пишут в отчете дивизии, 75% потерь это от немецкой авиации. Авиация буквально ходила по головам, бомбила и не давала пехоте встать и пройти в атаку даже. 75% это очень большой процент. Даже командир дивизии так и пишет. Итак, надо отметить, что, например, 26-я пехотная дивизия 23-го августа потеряла 40 человек убитыми, 136 раненными и 12 пропавшими без вести. А вот потери 56-й пехотной дивизии всего лишь 7 убитыми, 55 раненными и 1 пропавшим без вести. Хотя ее оборону как раз наши сильно продавили. Однако они свои потери перенесли на следующий день. Потому что 24-го августа у них значится 53 убитых, 277 раненых и 40 пропавших без вести. То есть в этот момент. Также отмечу, что немецкие потери в артиллерии составили 10 30-мм орудий, 1 50-мм, 1 75-мм орудие, несколько минометов и несколько полевых орудий. В течение 24-го, 25-го августа части 3-й танковой армии с подчиненной северной группой продолжали безуспешные атаки, но не могли прорвать оборону противника. Немцы закрепились, укрепили свои позиции и встречали наших войска мощным огнем и прорваться не могли. Не было взаимодействия. Получилось что? Первый удар вообще почему удался? Потому что наши хорошо пристреляли позиции и мощным артиллерийским огнем смяли огневые точки. То есть танков уже не было в первом ударе и благодаря этому пехота смогла мощно прорваться вперед. Но наши ушли дальше и позиции артиллерии пришлось менять. И вот в это время как раз должна у немцев как действовать? Вот в это время стурмовая авиация с бомбардировочной должна была нести удар по немцам и сбросить их. А у нас получалось если посмотреть на то, что как действовала наша штурмовая бомбардировочная авиация она бомбила немецкие тылы. Она даже по передовой немецкой не работала. А почему? А потому что авиаторы жалуются им не представляли документы. Вот сейчас молодое поколение думает как авиация наводилась в воздухе. Она же наводилась. Штурман сидел по карте и говорил Ганс вот это видишь там населенный пункт это вот вот севернее мы его будем бомбить. Никакого GPS не было никакого компьютера не было. И представьте если летчик-штурмовик у него нету карты передовых частей Красной Армии он боится своих задеть просто-напросто. Он не знает это кто ведет бой немцы или наши потому что линия фронта двигалась. В результате наши предпочитали бомбить тыл. А немцы бомбили передовую даже боясь свои части задеть но не бомбили понимая что надо сдержать советские части. Потому что свои уж как-нибудь спасутся запрячутся но главное остановить советский удар. И вот в течение 24-25 августа наши части не смогли продвинуться. И при этом с 24 августа войска армии начали испытывать нехватку артиллерийских снарядов. Командование армии начало снижать норму расхода снарядов по отношению к потребности не менее чем в 3-4 раза. А почему? Потому что садили садили снарядами и стали заканчиваться. У тяжелой артиллерии несколько боекомплектов выпустили. А полковая артиллерия и дивизионная выпустила даже некоторые даже комплекты целых боекомплектов за всю операцию не выпустила. А почему? Потому что пехотный командир видит дзот, который не может он подавить. Он вместо того, чтобы потянуть свою артиллерию, пехоту подготовить в штурмовые группы, он вместо этого звонит командиру дивизии и дайте мне гаубичный дивизион артиллерийский на подавление одного дзота. И сверху ему стучали этому командиру. Как ты можешь? У тебя столько средств усиления пехотного, у тебя противотанковые ружья, у тебя артиллерия полковая дивизионная, а ты требуешь целый гаубичный дивизион, чтобы по одному дзоту только подавил. Вот и еще раз говорю, то есть если взять бойцов с 45-го года, если вот так альтернативу и сунуть вот в те бои, то даже без всякой тяжелой артиллерии бы наши эти дзоты подавили, но не было опыта боевого. И не знали, как можно сформировать и командиры были неопытные, как можно сформировать штурмовые группы, как можно артиллерию подтянуть, как можно танкистов попросить, подтянуть танк и прямой наводкой дзоту уничтожить. Не было взаимодействия. Итак, безуспешность атак... Надо отметить, что 24-го августа даже некоторые наши части стали отходить. В 4 часа 24-го августа 437-й полк 154-й стрелковой дивизии был дважды атакован с лангов и вынужден был отвезти свои передовые подразделения от реки Вытепить на восток, закрепившись по восточному берегу безымянного ручья. Безуспешность атак на широком фронте вызвала новые изменения задач соединения армии. В 17.40 25-го августа командование 3-й танковой армии дало приказ предписывающий 15-му танковому корпусу повернуться на юг и в 6 часов 26-го августа из районов 2-х километров западнее Смецкой выселки нанести мощный удар на Сорокино с северо-запада, а 12-му танковому корпусу в 4.30 26-го августа перейти в наступление на Бобинково и Богдановка. Надо отметить, что 26-го августа, когда начались бои, северная группа, вот эта самая маленькая, продолжала свои боевые наступательные действия. Легкие танки, мало пехоты осталось в подразделениях, но они приобрели боевой опыт. И вот к исходу 26-го августа эта северная группа, отбросив левый фланг 56-й пехотной дивизии, полностью вышла к реке Вытепить, освободила частями 3-го танкового корпуса Белокамень, это уже на западной берегу она форсировала, 342-я стрелковая дивизия освободила Мушкань, а 105-я бригада заняла Смецкая, в немецкую оборону. Попытки 15-го танкового корпуса и 154-й стрелковой дивизии овладеть Сорокину ударом Северостока успехом не увенчались. Танковый корпус был остановлен обороной противника у высоты 216,5, а стрелковая дивизия на высоте 257,2. И даже с этой высотой тоже интересная история. Наши ее заняли небольшими подразделениями и двинулись вперед. А немцы с флага атаковали, заняли эту высоту и наши потом целых 5 дней выбивали с этой высоты, хотя ее до этого успели занять. Просто командир в основном прикрытии. В результате большие потери и высоту приходилось брать. Ну давайте. Итак, ну по-быстрому тогда закончим. Тут торопит. Я это какой. В дальнейшем 15-й танковый корпус был переброшен в район Леонова, пытался наступать уже это на участок южной группы 61-й армии, но остановился перед обычными противотанковыми рвами. Первый он сумел преодолеть, а второй не сумел. И вот вели. Но самое интересное в этой истории, что противотанковые рвы были советскими. До этого, когда немцы начали наступление, они прокрывали советскую оборону. Когда немцы 20-й танкодивизии, эти два рва за одни сутки, даже не за одни сутки, за несколько часов, форсировала и нормально прошла. Да, они писали, говорят, очень много мин наставлено, много, это мы все преодолели. А 15-й танковый корпус, который почему-то никто не известил. Представьте, где-то в штабе 61-й армии лежит карта-схема, что рвы есть, где авиаразведка, а танковый корпус идет и с удивлением видит перед собой этот противотанковый ров. Они готовятся его форсировать, форсируют, и оказывается, второй. Они не знают об этом. Ни разведки нету, ни командования 61-й армии их не известило, что там, ребята, мы два рва нарыли, вообще-то, это как в июне месяце 42-го года, и вы смотрите, там вам же форсировать надо, но так не получилось. В дальнейшем наши перенесли удар именно на участок северной группы 61-й армии. Это получается как раз воспользуюсь успехом тех приданных частей, которые у них были. Да, они, конечно, сами продавили в некоторых местах до реки Витебеть, но воспользовались 61-й армией. Они нанесли мощный удар в район Ожегово и Волосово. И надо отметить, что наши части смогли 2-го, 3-го сентября занять Волосово, затем занять Ожегово, но немецкую оборону дальше все. Силы уже были исчерпаны, танки были потеряны многие, пехота понесла большие потери, и в результате Козельскую наступательную операцию свернули. Хотя у нас по всем историографии идет, что мы 28-го августа закончили Козельскую наступательную операцию, это не так. Операция закончилась в районе 4-го, 5-го сентября 1942 года, когда они взяли последние, это какое Ожегово, это на западном берегу. И давайте я вам скажу, какие же были потери 3-й танковой армии. В ходе боевых действий за период с 21-го августа по 9-е сентября потери 3-й танковой армии составили 26 372 человека и 60 852 человека. Чуть меньше половины потеряли. Это без учета северной группы, которая так удачно наступала в шлях 1-й армии. Из выбывших вот этих 26 тысяч 5 210 человек убиты. Раненые 13 880 человек. А вот остальные они замаскировали. Командование армии не захотело показывать сколько пропавших без вести. Однако в отчете есть данные, что раненых пропавших без вести до 19 тысяч человек. И зная количество раненых, 13 800, мы можем выяснить, что пропавших без вести было в районе 5 тысяч человек. Представьте, то есть 5 тысяч человек убитыми и 5 тысяч человек пропавшими без вести потеряли. Такое соотношение вообще нонсенс, чтобы на одного убитого приходился почти один раненый. Обычно на одного убитого приходится 3-4 раненых. А тут получилось, что мы больше теряли бойцов. И даже в своем наступательной операции, занимая территорию, мы теряли бойцов без вести пропавшими. Потеряли столько же, сколько убитыми. А что это получается? На них не сообщили, где он погиб, кто он, где, как это вы. И вас записали в без вести пропавшие. А мы где-то отступили? Нет. А мы не смогли, даже занимая территорию, где наши бойцы были, похоронены, мы не смогли установить. Вот такие цифры. А теперь расскажем про немецкие части. Конечно, некоторые историки говорят, вот немцы специально отчетность переделывали. Ну зачем? Они же эти документы писали для себя. Им же надо было знать, сколько у них солдат дивизии, сколько надо накормить, сколько патронами снабдить. Итак, 26-я и 56-я пехотные дивизии участвовали против нас, против 3-й танковой армии. Кроме того, части 293-й пехотной дивизии, 17-я и 20-я танковой дивизии, а также отдельные соединения 296-й пехотной дивизии, 25-й материзованной дивизии, танковые подразделения 11-й танковой дивизии, 4-й и 9-й танковой дивизии. То есть немцы собирали все, что только можно сунуть. 26-я пехотная дивизия, мне вообще интересная история, ей повезло в каком-то моменте, ее отвели из-под Ржева, вот сюда, пригнали ее из-под Ржева. За ней должна была последовать 6-я пехотная дивизия. И участок обороны 26-й пехотной дивизии это как раз Галахова, высота смерти, то есть она ушла из-под советского удара, но попала вот здесь. Вот представьте, 30-го августа, то есть 22-го августа началось наше наступление, а 30-го августа ее вывели из боев, потому что она понесла большие потери, но не из-за наступления 3-й танковой армии. Вот представьте, итак, с 22-го августа по 30-го августа она потеряла убитыми 254 человека, 1065 ранеными и 119 пропавшими без вести. И я могу сравнить эти цифры с теми, которые она потеряла при наступлении на советские позиции. 21 убитый против 254, 1889 раненых против 1065 и 58 пропавших без вести против 119. Только по пропавшим без вести подъем. То есть наши войска, обороняющиеся, нанесли противнику больше потери, чем наступающие войска 3-й танковой армии. Вот такой парадокс. 56-я пехотная дивизия, которая воевала с 22-го августа по 5-й сентября, потеряла 244 человек погибшими, 1346 ранеными и 173 человек пропавшим без вести. Камгруппа Людвица, 20-я танковая дивизия, подчиненная ей, потеряла 44 убитыми и 231 ранеными. Таким образом, с большими оговорками можно говорить, что 10 тысячами наших убитых и пропавших без вести, среди пропавших без вести, ну где-то около тысячи, полторы тысячи попало в плен, да, можем сказать. Вот представьте, немцы потеряли в среднем, ну даже при большой натяжке и 1200 человек. 10 тысяч человек и 1200 человек. Потому что, еще раз упомяну, да, авиация, которая постоянно бомбила, немцы вплоть до 44-го года, хотя наши не любят об этом упоминать, снарядами нас перекидывали. Даже в белорусской, перед Багратионом, немцы выпускали больше снарядов, чем мы. Они всегда меняли сталь на кровь войны. Ну, вот такой парадокс. Дальше идем. Отмечу, что указывало, что 3-я танковая армия с 22 августа под 5 сентября потеряла 224 танка из 432 танков к началу операции. При этом, от огня артиллерии потеряли 131 танк, от действия авиации 35 танков и на минных полях подавалось 58 танков. Среди общих потер, безвозвратные потери составили 117 танков, то есть половина вышла полностью из строя, сгорели коробки. И за все время операции было эвакуировано с поля боя 426 танков, а в армии начало 432 танка. То есть каждый танк в армии хотя бы раз эвакуировали, починили и бросили обратно в бой. По немецким подразделениям мы не можем посчитать полные данные, потому что у них особенности учетно. Они считали каждую неделю, чтобы немецкий танк списать. Они очень хитро делали. Вот пока Гудерян не пришел у них генералом-инспектором, они танки очень неохотно списывали. Они могли их списать в конце месяца. Вот представьте, горелая коробка от танка находится, они ее грузили на железную дорогу, отправляли в Эдкак ее в Германию. Если из завода им приходила ремарка, ребят, этот танк не восстановить. Они тогда его только списывали. Это могло пройти полгода, как спорят, вот у нас на Курской битве всего лишь 6 танков потеряли немцы. Правильно? Потому что эти 6 танков были в хлам разнесены, а остальные не вытянули и отправили какие-то по железной дороге, какие-то остались. Вот таким образом. В результате мы можем говорить о потерях, например, 35-го танкового полка 4-й танковой дивизии. На 21 август он насчитывал 16 танков, а уже 23 августа в нем осталось всего лишь 7 танков. И немцы говорят, что из этих единиц они 5 танков потеряли безвозвратно, а 7 танков остались на поле боя. То есть это те подбитые танки, которые немцы не успели вытянуть. То есть когда развивалась наша операция удачно, мы немецкие подбитые танки, которые можно было восстановить, забирали себе. И также, когда немцы против нас наступали, наши танки подбитые, которые можно было восстановить, они оказывались на немецкой территории. И даже вот в Курской битве, правильно, Замулино указывает, немцы, почему такие большие безвозвратные потери, например, на Прохоровском поле? Немцы, специально оставляя Прохоровское поле, подорвали наши танки подбитые, чтобы мы не смогли их восстановить. А свои все утянули на ремонтные базы. Эти немецкие танки потом на ремонтных базах уже были захвачены во время нашей наступательной операции, когда наши двигались от Берглга и Харькова. Вот такая ситуация. А наш, то есть артиллерист подбил танк, он же его не добивает снарядами, он их бережет. А танк-то надо до того бить, пока он не взорвется. Тогда его точно никто не восстановит. Ну и чтобы покороче закончить итоги операции, да? А, ну давайте потери нашей авиации. Я еще раз говорю, я не говорю, что наши летчики были плохие советские, что они вот такие трусы, они бежали, они воевали, воевали самоотверженно, воевали до последнего, дрались с врагом, но не хватало опыта, не хватало техники, потому что немецкий, например, новый истребитель Мессершмитт G2 превосходил наши Яки, Элаги, превосходил. Единственное, кто потом сравнился и с ним перешел, это Ла-5, наш, да? Знаменитый, он дальше стал развиваться и стал настолько мощным истребителем, что считает лучшим истребителем войны, но не было его тогда в 1942 году, вернее, он был именно под Козельском, под Ретово, впервые Ла-5, тогда он еще назывался Лак-5, прошел свое боевое крещение, он столкнулся с немецкими истребителями и в первом бою они потеряли три Лак-5, как так они называли, а немцы ни одного. И летчик, который наш попал в плен, его стали допрашивать и он скрыл, что он летал на новейшем самолете Лак-5. Он сказал, что я, говорит, на старом летал, я на Лак-3 летал еще. Немцы не знали, что они сбили новую машину, которая только проходила фронтовые испытания. И вот представьте, наши потери составили 109 самолетов, 12 дневных бомбардировщиков, 51 штурмовик и 46 истребителей, а за каждой цифрой это погибшие пилоты, кто не успел выпрыгнуть из самолета. Наши заявили о потере немецких самолетов 202 немецких самолетов, то есть два раза больше наших потерь. Мы смотрим немецкие документы, сводки Люфтваффе, по списанию, они тоже неполные, нельзя говорить, что вот это точная цифра, но по этим потерям немцы потеряли всего лишь 14 самолетов. 14 самолетов, также было потеряно еще 15, также было 15 поврежденных, то есть потеряны какие? Которые были сбиты и еще было 15 поврежденных, но также было уничтожено 4 бомбардировщика на аэродромах и 5 поврежденных, то есть всего лишь 38 самолетов. Даже если тут цифру поднять до 60 и до 70, она никак не компенсирует наши потери. И чтобы по-быстрому вам закончить, кто-то прочитает, хотел бы отметить следующий момент. Командование 3-й танковой армии очень было настроено на прорыв. Оно не думало, что надо прогрызать оборону, не готовилось к этому. Оно думало, что вот они сейчас мощно ударят и все, и появится брешься в немецкой обороне, они туда введут танковые корпуса и все, немцам песенка спета. Но они не успели, не успела разведка обнаружить эти брешься, потому что немцы, понимая быстро, активно их и закрывали. В результате командование металла 15-й танковый корпус несколько раз, помните, я вам сказал, сначала в одном направлении спали, потом на сметские выселки, со сметских выселок, на другое направление на высоту 216,5, потом вообще в паку мы их бросили, где они два противотанка и их встретили, а потом их обратно вернули на направлении сметских выселок, чтобы они атаковали в другом месте. А вместо этого надо, конечно, мы сейчас, позиции у меня, после знания, мы знаем, как война все закончилась, но надо было другое это описывается, им надо было подготовиться к прорыву, понять, что противник не дрогнул, да, у него появились брешься, но он их закрыл. И надо обратно подтянуть артиллерию, авиацию конкретно, прямо показать летчикам участок, танки, подготовить взаимодействие сроков, и тогда бы наши бы спробили оборону и смогли вводить танковые корпуса, но этого не смогли. И последний итог, дайте я это, как я скажу, не, сейчас, это, у нас вот всегда любят это, как у него, козлов отпущение искать, да, вот у нас, вот как у него, в этой операции тоже, ну, на кого-то надо свалить, и вот Романенко, Прокофьев Владимирович, который отличился под Саленградом и хороший командир, да, он это, как у него, командовал хорошо, он взял и обвинил в провале всей операции командующего 12-го танкового корпуса. Он, говорит, вовремя, 22-го августа не успел везти танки. Как я рассказал, 40% по врагам расселось, кто-то на минных полях, он виноват, что не смог везти танки. А это у нас, на минуточку, будущий маршал Советского Союза, командующий 2-й гвардейской танковой армии, дважды Герой Советского Союза Семен Ильич Богданов. Вот его обвинили и написали шифровку Жука, его отстранили от командования корпусом 3-го сентября и хотели арестовать. А Жуков на их формулировку Романенко написал Богданова отстранить, в аресте не вижу необходимости, а товарищу Романенко и штабу 3-й танковой армии обращаю внимание, что они сами плохо руководили 12-м танковым корпусом и всем наступлением. Вот таким образом он и выявил, что это какой Жуков, им показал, что не надо валить с головы это какой. Еще раз говорю, наши войска пытались, они учились, они пытались прорвать, но из-за вот факторов стрелковые части не могли взаимодействовать нормально с танками. Вообще танкисты же говорили, ну дайте нам больше мотострелков. И что из этого получилось? Появились механизированные корпуса, да? То есть учились на этом. Следующий момент, стрелковые части в два эшелона строились. И в результате, то есть у нас вот превосходство в пехоте, ну у нас целый полк отдыхает во втором эшелоне, а два полка ведут атаку на немецкую оборону. В результате немцы их перемалывают, второй полк, третий полк подводят и все. Нет у нас. Потом, это как вы, изменили этот пехотный устав, чтобы выдвинуть стрелковые в переднюю часть, все почти части, оставив только лишь резервные два или три, либо один, либо два батальона. И то есть вот такими усилиями хочу сказать, что Козельская операция все-таки закончилась не победой, но и не поражением. Наши нанесли мощнейший удар, заставили немцев остановить операцию Вербелинт. Именно наступление третьей танковой армии заставил Гитлер отказаться, перевести операцию Вербелинт из разряда решающих, сковывающих, как он это сказал. Именно, видно ему, клюги, когда приехал 22 августа, Ольшан, видно, сказал, товарищ Адольф, ведь все-таки я был прав, что не надо было наступать, что мы это как у него. Вот таким мы это как у него. И последним, вечная слава и память нашим солдатам, офицерам. Они старались, каждый хотел победить, каждый хотел вернуться назад, каждый учился воевать, но многим этот опыт дался не просто, а последним, как говорится, пристанищем для каждого. Это вашей Козельской, Сухинической и Ульянской земли. Спасибо за внимание.